а здрасте всем друзья привет уленьки сегодня у нас обзорчик на карту село ягодная карта обновилась хотя где-то я читал что это типа прям чуть ли не не все переработанное с нуля но это все не важно короче версия вроде как 30 именно а прям от автора от автора который все это дело забубенил изначально на самом деле ягодная это одна из самых популярных карт на 19 ферму и ее пытались переделывать все кому не лень добавляли тут от себя короче у меня вот именно обзор прям авторской версии а то что мамкины мы доделал некоторые пытаются тут добавить потом ничего нихрена никого не работает мне это все не интересно я когда-то уже больше двух лет назад когда эта карта чуть ли не только появилась первая версия еще без производства без всякой фигни на 19 ферма уже делал на нее некоторый обзорчик но это было давно и не правда с тех пор я вообще не не смотрел никакие версии поэтому я уже все позабывала в общем то можно считать что это чуть ли не первый взгляд на карту поэтому погнали посмотрим что тут да как из того что друзья тут стоит наверное отметить первую очередь что самое важное для всех людей карта бесплатная в общем доступе находится а значит она уже типа претендует на звание лучшей картой потому что платные карты они же типа говно изначально какого хера надо платить деньги за работу людей вы чё охренелись что ли ну ладно мы не об этом по внешнему виду тут в общем то все довольно таки привлекательно выглядит если так вот посмотреть в описании карты написано что очень много объектов и 60 фпсиков здесь типа не ждите но вот у меня все выкручено на максимум и пока я тут летаю до на старте еще были какие-то просадки но вроде как последние минут 10 просадок никаких вроде не было не известно что будет если запустить миллион техники и купить они есть просадочки все таки но на самом деле они сильно не кусаются кого прям вырвиглазного мне ничего не встречалось то есть оптимизирована на в принципе ну нормально но она наполнена объектов много поэтому на слабых компьютерах скорее всего работать все прям замечательно не будет но мне пофигу у меня нормальный компьютер и у меня в общем то тоже все более менее нормально работает у поезда нет коллизии если кому вдруг интересно я не знаю почему но неважно а вот у этого поезда есть коллизии но до текстурки самого высочайшего разрешения но ладно это понимаю здесь точка продажи находится на ж.д. станцию может быть даже она анимирована и может быть даже она работает сейчас смотреть это все я не буду так давайте-ка опять поднимемся в воздух полетаем посмотрим да карта друзья картинка как кому интересно кривые поля есть дополнительных культур пара штук лен горох клевер морковь лук гречиха гречка короче да вполне себе интересно кстати вот эта пдашка карты сделано с квадратиками где можно координаты делать всякие это это интересно это ребята молодцы карта адаптирована под точное земледелие причем здесь карта нарисована типа не дефолтная может быть в этом есть какой-то смысл может быть ребята от чего-то отталкивались когда это делали с ней ребята автор петок понимаю один но неважно пытались сделать что то похожее на правду сезоном она ясен пин тоже адаптированы потому что карте уже миллион лет тут тоже все нормально и снежная маска тоже должна быть как дополнительные культуры себя сезонами ведут я вам не скажу да и пофиг я с сезонами очень редко играю в общем-то полей много карта большая выглядит она вполне себе симпатично даже несмотря на то что она сделана под советский тоже этот самый стиль такой прям сильно деревне деревне я здесь не наблюдаю и по ну норм российская карта тут город они какие-то халуп хотя может быть если пролететь какое-нибудь другое место но город все равно все равно город так что тут все в принципе норм на мой взгляд мне все нравится еще паровозик едет интересного с коллизили без скорее всего конечно без но это неважно пассажирский трафик поездов тоже здесь присутствует не знаю можно ли кататься на паровозике не хочу даже смотреть на другом конце карты тоже есть какое-то поселение городок но тут скорее промзона потому что я вижу одни заводы жилых домов прям мало и все друг на друга похожи как под копирку задней карты такой но можно было конечно сделать наверное получше но лучше чем на большинстве карт вот скажем так если вы находитесь где-нибудь не знаю на поле то в принципе он не сильно ты раздражает не кажется что это какая-то левая текстура которую хрен пойми куда доберешься совсем уж низкого разрешения а если смотреть издалека так в принципе и вполне вообще нормально пустоты не ощущается карта очень рельефная много гор поэтому технику надо брать помощнее чем обычно это для тех кому не нравится плоские карты хотя я к этому отношусь вполне себе нормально так что будем считать что тоже все с этим планом в этом плане все более-менее норм да есть вот теплички вполне себе симпатичненькие сделаны можно тут выращивать кучу всякой фигни давайте в общем-то откроем global да посмотрим чё по производством тут есть игра у меня ругалась изначально то что просит 17 global меня 16 стоит какой-то старых для другой карты не впаду было качать она запустилась и в общем-то я по крайней мере могу посмотреть что здесь да как и так с 2 корма смесителя даже 3 для свинок есть два в разных концах карты они находятся понятно замечательно есть карсы корма смесите для коровок требует как обычно солому силос свеклу и картофель травку не требует ну ладно пускай так для свинок тоже в принципе все как обычно картофель свекла отруби жмых и топлива отруби жмых зерновые отходы понятно есть также крупяной завод который у нас сделать гороховую крупу гречневую овсяную и крупа ячневая серьезно я может быть тупой но мне кажется она называется ячменная это что печаточка но неважно есть также масло экстракционный завод подсолнечное льняное рапсовое масло из канала делает и подсолнечника и со само собой льна ну и еще жмых как побочный продукт молокозавод есть кефир йогурт сыр производится сыр просто из молока кефир тоже просто из молока йогурт еще с ягодками клубника малина красная смородина видимо на тепличках она выращивается сейчас посмотрим есть также мясо комбинат в котором делается колбаса мясо и колбаса понятно привозим овец коров свиней и водичку и получаем колбаску в общем то знаете производственные цепочки все довольно таки простые очистка зерна еще есть пшеница ячмень овес на очищенное зерно и зерновые отходы я так понимаю их где вот этих штуки тоже в разных городах находятся и они абсолютно одинаковы но и пускай отлично пила рама которая делает из дерева доски и щепу не знаю зачем она здесь надо поддонов здесь как таковых нету то есть эти вот производства что везде нужно поддона везде нужно там картон мешки такого здесь тоже нету все видимо закупается производство сахара и крахмала но понятно белый сахар из свеклы коричневый сахар из сахарного тростника и из картофеля крахмал добывается ну и на выходе компост мукомольный завод приволжский есть пшеничная мука кукурузная гороховая ячменная овсяная мука соевая мука тут тоже все понятно на выходе отруби и нужная мука из нужных культур протравитель семян есть можно самому делать семена из кирбицидов и очищенного зерна о как ну в общем то свои семена если чем можно спокойно делать есть предельная фабрика которая из хлопка и шерсти и льна делает пряжу причем надо все понятно из сухой соломы льна понятно надо ворошить солома но в общем то это на многих картах я думаю вы знаете как это работает есть также рыбхоз туда малек корм на бассейн 1 2 3 пшеница ячмень кука понятно короче какой-нибудь зерно можно отруби жмых туда сыпать без проблем чем пойдем посмотрим как это выглядит еще тепличный комплекс как я говорил есть тут сколько много тепличек тут гербициды на маленькие теплицы тут маленькие большие теплицы понятно красная смородина капуста и малина помидоры выращиваются огурцы клубника в общем-то много всего нужен туда навоз или компост удобрение известь вода и и гербициды и да мы сейчас находимся на теплицах видно сразу же что здесь один большой скажем так бункер для навоза один большой бункер для воды я так понимаю а вот гербициды нужно на каждую теплицу отдельно вот они точки все расставлены я здесь вижу 10 теплиц а маленькие где-то видимо в другом месте спрятаны а маленькая маленькие вот они отдельно здесь свои бункера для всего но территория покупается одна стоимость миллион четыреста лица понятно с этим ясно и еще одно производство друзья есть это хлебзавод пшеничный хлеб из пшеничной муки кукурузной муки и молока делается кукурузный хлеб а из молока тоже пшеничный хлеб делается понятно и булочки пшеничная кукурузная короче ассорти булочек тут надо при перевозить прям все в общем то есть чем заниматься и на каждую выращиваю культуру есть какое-то применение я так понимаю опять-таки лесом можно не заниматься поддоны здесь вот эти пакеты всякой вот эта херня здесь не надо не все-таки иногда просадки бывают не обращайте внимание что типа я еще якобы записываю и записываю я на другом компьютере все играю на этом записываю на другом поэтому ресурсы на запись вообще не тратится правда графон у меня выключен прямо на максимум максимум и в 2к это все дело но это неважно небольшие просадки есть но пока что вот сколько я тут летаю не критичненько так погнали на этот самый рыбхоз я думаю должен быть здесь нет здесь карьер это белая текстура не знаю это удобрение что это такое что вот что здесь добывается время его разберешь но короче это понимаю просто бери при приезжай с ковшом бери и и пользуйся может а и это известняк скорее всего известь беленькая почему бы и нет вот здесь вот здесь у нас рыбхоз да есть несколько бассейнов в общем-то разгружается все как обычно малек где брать мне кажется его надо купить fs power по статичные объекты кстати есть сток соломы сток сена можно купить производство пиллет это для поддержки мода эдон этот самый страх арвест или как он там называется очистка зерна можно поставить коровники навеса для свиней хранилище тюков есть силосные ямы триггер дома за тысячу для того чтобы время мотать гаражи мастерская в общем-то у них все свое есть глобаловский протравитель семян ух ты какой пылесос прикольно и пилораму тоже можно всучить куда-нибудь раз на карте уже есть свои про малька я кстати нигде не нашел и его как будто бы и нету у нас в аппе просто было покупаешь поддоны с мальком привозишь их и все-все классно ладно сейчас мне это не интересно да насчет производства еще здесь нельзя закупить что-нибудь как на других некоторых картах то есть пшеницу купить нельзя надо только привозить также кстати на карте из того что мне понравилось для мультиплеера может быть будет полезно кому-то есть несколько баз например вот одна база можно посетить здесь может гаражи есть но они нихрена не открываются потому что открываются но я не знаю на какую кнопку понятно на мышку все ну да гаражи есть если просто некогда открывается все если кто-то играет мультиплеере разные фермы то вот пожалуйста можно на разных местах устраивать базы или же если вы иногда любите по психопатить как я и начинать полностью выкупленной всей карты разные базы для разных полей тоже вполне себе имеют право на существование точек продаж здесь довольно таки много но в разных районах разные магазины плюс есть наверное какие-то предприятия якобы которые не покупаются поэтому тут все нормально значки все сделаны чтобы было удобно половина подписана это тоже прекрасно вот эти значки дефолтная если хотите сами меняйте не знаю карта имеет право на существование в общем-то для бесплатных она прям топчик вот как как она будет вести себя когда тут будет дохрена техники всякой насколько она начнет все лагать я не знаю пробовать пока не буду может быть когда-нибудь будет на ней прохождение но ничего не обещаю но ее вполне себе можно положить на полочку потом когда-нибудь здесь вполне себе поиграть выглядит довольно таки приятненько до загона для животных для всех кстати здесь тоже есть свои коровники свои свинарники может быть даже не по одному их тут даже своя лошадиная вот это вот херня есть так что все здесь вполне себе нормально в общем то кому я не знаю помог этот обзор выбрать поиграть захотелось я не знаю кому понравился короче не понравилось лайк дизлайк если не подписан на канал то подписывайтесь всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита дизлай всем покаки